Друзья, всем привет! Сегодня, продолжая тему помещения, оборудования касаемся оборудования помещения, я вчера в видео примерно рассмотрели опять-таки по вопросам, а что, где, как а подвал и так далее, если есть подвал хорошо, оборудуйте его как склад, как хранение материала запчастей, каких-то, то что вы разбираете и так далее не у всех есть возможность строить подвал не у всех он есть в готовом помещении поэтому, где что хранить, это уже само собой отдельное помещение просто хранить все вдоль стен сами понимаете, не совсем удобно поэтому думайте, как отдельно делать склады, хотя бы, чтобы просто не капало на голову по вопросам самого материала, это будем касаться чуть позже, сейчас рассматриваем оборудование, то есть то, чем мы будем работать в сделанном помещении, по поводу оборудования существует много фирм выпускающих оборудование действительно, их очень много китайцы впереди планеты все, они уже сделали столько подделок что просто в них очень сложно разобраться да, есть качественные инструменты у китайцев но они также стоят довольно-таки дорого то есть разница с брендом будет процентов в 30 то, что стоит относительно бренда в 10 раз дешевле, но не будет таким же качественным, как брендовый инструмент по брендам есть на рынке буквально по пальцам посчитать Mirko, Festool, Rupes это из инструмента, допустим, сейчас не трогаем а красочные пистолеты то есть Mirko, Festool, Rupes что еще мы знаем а реально из реально получается, что из очень известных на рынке не так уж и много эти фирмы выпускают инструмент который у нас выполняет подготовку то есть это инструмент для подготовки деталей к окраске но этот инструмент не выпускает окрасочного оборудования я, по крайней мере, я не видел пистолетов из этих фирм между собой они, само собой, конкурирующие есть вроде бы одинаковые машинки но они будут разные по удобству мне, допустим, если брать орбитальные эксцентриковые машинки то Mirko, мне, допустим, в руке лежит удобнее это Mirko Ceros Mirko Deros у меня была и такая, и такая машинка глобальной разницы в работе я не ощутил Deros занимает меньше места за счет отсутствия блока но, опять же, этого есть видео смотрите сравнение машинок по ценовой политике они примерно одинаковые то есть разница там в 10-30 долларов между схожими машинками это не есть столь существенно как, допустим, у того же Intertoolo китайца, да когда Mirko машинка стоит 400 евро Intertoolo такая же стоит 60 разница, сами понимаете и Intertoolo не будет так приятно лежать в руке так удобно работать исходя из этого мы просто просто убиваем свои руки тратим свои нервы потому что машинка не работает так, как хочется но, опять же, если вы не работали этими машинками вы не поймете кайф то есть то, о чем я рассказываю сразу скажу стоит потратиться и купить один раз дорогую машинку реально, один раз купить и кайфовать я просто знаю личные отзывы людей которые говорили блин, вот реально я поработал хочу, чувствую, хочу буду покупать и это правильно сейчас такая подсказочка у компании Festoolo есть такая машинка которая называется Rotex у нее есть круги подошвы диаметром 125 диаметром диаметром нас 125 прям сильно не интересует они у мебельщиков поэтому покупаете 150 диаметр машинки и она вам заменяет сейчас рассказываю она вам заменяет полировальную машинку это как один пункт то есть ей можно полировать она же подготавливает поверхность под нанесение шпатлевки то есть снимать ей можно старый лакокрасочный материал у нее два режима работы она же может подготавливать детали первоначальным скажем так проходом под окраску то есть мы ей сбиваем потом риску после бруска допустим по работе по грунту сбиваем риску после бруска доводим фактически до последнего этапа ну честно скажу с ходом эксцентрика 5 миллиметров у этой машинки можно готовить и под окраску то есть взять более мелкий наждак к примеру там 800 и чуть подбить потому что 5 миллиметров он все таки более грубо работает чем троечка но я делал я работал у меня все получалось то есть у этой машинки она вам заменяет орбиталку мерковскую она вам заменяет полировалку неважно там какой фирмы и она вам заменяет точнее не заменяет она же выполняет функцию сдирания старого лакокрасочного покрытия довольно таки универсальная получается машинка по своим функциям вот ее я советую купить ее цена порядка 400-500 евро в зависимости от комплектации то есть это будет куплено с коробком это будет без коробка с гарантией и так далее в Украину я видел затаскивают негарантийные машинки то есть тащат их там с Польши с Германии забирают свой процент от того что не растамажут этот товар завозят в Украину и продают как бы ну там порядка 400 евро но на нее нет гарантии опять же то есть плюс-минус решайте сами это стоящая машинка то есть рекомендую купить далее из того что мне нравится это Мирка Церос Мирка Дерос в цене там 30-40 евро у них разница это кому что удобно далее нужен будет пылесос по пылесосу такое двоякое мнение можно покупать конечно сразу фирменный но у него цена тоже 400 350-400 евро можно купить промышленный пылесос который будет выполнять все те же функции главное чтобы у него была электровилка в которую втыкая машинку нажимая на нее она включается у нас включается автоматом пылесос это главное в принципе условие у меня был Энхелевский пылесос не помню какая модель но это особо и не важно у него был мешок на 40 литров мешка этого хватало за глаза я не ставил никаких циклонов мне этого было достаточно была одна розетка и я если надо перетыкал мерку или фестул просто менял местами шланг перетыкал и работа то есть с одним пылесосом и двумя машинками я работал без проблем но это нужно для того чтобы у вас по помещению не летала вот эта пыль которую мы стружим потому что пылесосом через машинку мы собираем процентов 90 пыли которую мы стираем опять же многое зависит от наждака но наждаки не в этой теме то есть по машинкам рекомендую сначала купить вот эту и эта машинка вам потом заработает денег чтобы вы купили отдельно там мирковскую лифестуловскую орбиталку и потом отдельно допустим у рупеса мне очень нравится полировальная машинка бигфут она так и называется у нее кто видел у нее прям когда ее запускаешь у нее такое орбитальное движение по эксцентрика орбитально идет она очень классно полирует очень быстро экономия тем самым материал время в общем классно машинка но она тоже порядка там 400-450 евро стоит я все говорю в евро потому что весь инструмент продается по курсу евро то есть по машинкам я так вкратце рассказал опять же я никого не уговариваю покупать это бюджет я понимаю что все хотят стартануть дешево но стартануть малярку дешево в принципе не получается минимум из того что считал не учитывая помещение то есть купить две машинки пылесос шланги к машинкам пистолеты шланги к пистолетам пистолета хотя бы три купить то это так 3000 евро вот прям вообще по минимуму это не считая еще брусков потому что машинки машинками но мы никогда не работаем полностью только машинками мы еще рученьками своими работаем также у этих фирм есть пневмоэлектро рубанки то есть это большая площадка 410 миллиметров под клейкую ленту у которых вот эксцентрика тоже там 3.5 3.5 я точно видел вот не помню есть у них там 6.9 или нет ну в общем облегчает работу на ровных участках но электро рубанком я в своей практике пользовался пару раз и он реально не такой востребованный то есть не так уж много тех случаев когда он нужен нужны небольшие бруски под пылеотвод и один гибкий один жесткий рубанок тоже с пылеотводом чтобы работать на больших плоскостях такие как капоты крыши ровные участки дверей все остальное мы делаем либо вручную на брусочках без пылеотвода даже можно потому что есть такие места где с пылеотводом брусков просто нету и добиваем уже все остальное под покраску машинкой это все само собой стоит денег покупать какие-то бруски из пробки из какого-то там пенопласта жесткого это на ваш страх и риск нет гарантии того что они идеально ровные потому что это фирма ноунейм а что она там делала вам никто гарантии не даст сами проверяйте сами пробуйте но люди работают я знаю что люди некоторые довольны идем далее по инструменту по поводу окрасочных шлангов много звучит таких вопросов я считаю их абсурдными потому что шланг окрасочный не зря существуют там усаты у Иваты у Рупеса есть Девилбис также делает окрасочные шланги ну то есть к каждому инструменту свои свои шланги они все одинаковые они выполняют одну и ту же функцию просто разные по сути набиты бренды так вот у них просчитанный правильно просчитанный диаметр у них правильно армирующее волокно идет которое не дает шлангу надуваться как воздушному шарику тем самым мы теряем давление правильное давление настроенное в шланг какие-то садовые шланги покупать кислородные на кислородных я работал в принципе да они работают шланги но они быстро изнашиваются профессиональный шланг в камере он работает реально там 5-7 лет и с ним ничего не происходит кислородный шланг начинает шелушиться через два года с него там что-то трескается где-то утечки идут это сами да и кислородный шланг сейчас пойти купить он не такой уж дешевый получается хороший 10-метровый шланг Иватовский стоит около 100 долларов то есть 100 евро туда-сюда реально стоит потратить деньги купить его вы ощутите вот эту мягкость гибкость шланга удобство в работе и так далее плюсом у него уже свои хорошие быстросъемы стоят которые не откручиваются хомуты не трескаются ничего там не происходит они туда завальцованы просто навсегда это по шлангам далее по поводу пистолетов окрасочных понимаю трудно купить сразу хороший дорогой пистолет тем более определиться с выбором этого пистолета потому что рынок просто переполнен инструментом изобилием этих цен и конечно все смотрят в район там 100 долларов ну реально скажу за 100 долларов вы купите китаец да китаец будет работать некоторое время я работал китайцем я брал моби профи лвлпшный 1.4 дизоль под лак и под базу да он работал в принципе он работал до последнего неплохо но по эргономике как он лежит в руке по расходу воздуха и по расходу материала китайцы никогда не сравняться с брендовыми пистолетами по поводу брендовых пистолетов есть ивата есть девилбис есть сата и ну валком возьмем да у них тоже есть хорошие пистолеты я валком не работа сразу скажу но знаю что люди с хорошими отзывами о них по поводу иваты это лично мой выбор мне она в руке лежит гораздо удобнее чем сата допустим девилбисы классные пистолеты но по расходу воздуха они очень сильно переплевывают ивату так как я работал в гараже и у меня был ограниченный объем воздуха хотя мне его хватало вполне допустим под девилбис я себе выбирал ивату лишь потому что она не расходует в принципе воздух по сравнению с девилбисом с сатой у них реально расход воздуха больше чтобы добиться того же распыления того же качества чтобы положить качественно так отойду чуть-чуть нет спрашивают вот ты там положил так круто шагрень мне так понравилось а я вот не могу сделать то же самое не от пистолета глобально зависит качество покраски от ваших навыков от того каким материалом вы работаете в каких условиях вы работаете если у вас нет условий если у вас нет освещения циркуляции воздуха температуры нужны вы работаете с самым дешевым материалом на рынке да вам хоть что в руки да и тем более если еще нет опыта вы не покрасите нормально поэтому сначала опыт хороший материал условия а потом вы уже сами под себя вы поймете уже потом сами да это не быстро не год не два даже вы сами выберите под себя пистолет любым пистолетом умеющий работать человек покрасит хорошо ему нужно буквально там пристреляться пойти пол квадратных метра отдуть каким-нибудь материалом он понимает что от него хочет пистолет чтобы он делал и он покрасит любой элемент любым цветом качественно поэтому не в пистолетах дело не в пистолетах счастье в пистолетах удобство в работе скорость в работе и экономия материала и воздуха на этом на этом хочется поставить точку по пистолетам выбор на рынке огромнейший лишь для того чтобы вы тратили свои бабки в эти компании реально есть пистолеты которые можно купить как универсальные я допустим по ивате вот есть у меня знакомые которые определились да это лпх-400 с башкой лвх либо же ВБХ башкой она и под базу хорошо и под лак в принципе себя неплохо чувствует но под базу она вообще хорошо а под лак она медленновата мне допустим для меня в моем случае она медленновата один элемент терпимо два еще но полняк я уже ленивый я люблю скорость кому то наоборот скорость не нужна он говорит блин для меня это пистолет просто ну просто замечательный идеал мне этого вот говорит за глаза хватает для старта воздуха не надо раскладывать материал изумительно что еще для счастья нужно то есть сколько людей столько и мнение отсюда и такое разнообразие голов дюз тел для пистолетов и так далее до конца определиться сказать что вот этот пистолет лучше всех нельзя у каждой компании есть свои флагманы есть свои какие-то брендовые фишки и так далее нужно пробовать искать для себя просто самое самое что вам больше подойдет это по пистолетам для работы по пистолетам самое интересное для работы для начала база лак можно взять один пистолет с дюзой от 1.3 до 1.5 это уже как кому будет удобно то есть и 1.5 дюзой можно положить базу красиво и аккуратно придушив ее чуть-чуть подачи то есть уменьшили подачу все вы уже не так быстро накидываете увеличили подачу для лака и вы уже быстрее кладете лак то есть это 1.3 до 1.5 это идеальные при которых можно базу лак накидать для грунта это мало поэтому этот пистолет для грунта не подходит вам либо нужна дюза большего диаметра либо вообще лучше конечно отдельный пистолет если вы планируете работать на дальнейшем то есть у вас отдельный пистолет для грунта вы им работаете по грунту там по жидким шпаклевкам переразбавленным и отдельный пистолет для краски и лака это более правильно более удобная работа В дальнейшем все маляра, кто работает уже на уровне, они все равно обрастают пистолетами Нужен мини-джет, то есть маленький пистолетик Нужен аэрограф для подкраски, потом косячков каких-то в проемах еще где-то Нужен грунтовочный, нужен поджидку Ну и так далее, то есть нужен мовильник, нужен гравитекс, отдельный пистолет То есть все это нарастает постепенно, с пониманием опыта Если вы придете просто на рынок и скажете, мне нужно, вот хочу для работы вам такого напихать Что половина из этого будет просто лежать в стороне И в зависимости от того, понравится вам эта сфера деятельности или нет Вы потом будете отдельно покупать себе инструмент уже Этот будет просто валяться, это я вам на своем опыте говорю Потому что много инструментов было куплено ненужного Из такого более-менее тоже к инструменту относящиеся это инфракрасные лампы Ламп на рынке выбора большой Я об этом делал отдельное видео из Германии Найдете в описании ссылку Но все же стоит, я подчеркну так, что стоит купить себе Эту 3-киловаттную лампу, бытовую инфракрасную Для экстренных каких-то прогревных работ То есть вы нанесли материал, он уже сам по себе межслойка прошла И тогда вы поставили лампу, чтобы досушивать Но она никогда не будет выполнять полноценную той функции, которую выполняет профессиональная инфракрасная лампа Поэтому тоже с этим надо быть аккуратным Но она нужна, потому что будут по-любому какие-то быстрые работы На которых придется этой лампой воспользоваться Также нужен фен по-любому в работе со старта Что-то отклеивать, что-то приклеивать, прогреть, чтобы снять и так далее Это тоже для старта нужно Само собой для начала работы в гараже Нужен будет минимальный набор инструментов для арматурных работ То есть разборка-сборка Клипсодеры, я их так называю То есть те крючки, которые как вилочка Которыми отрывать клипсы Потому что есть хитрые клипсы, которые без этих штук не снимешь Да по сути как бы и все То есть начиная с минимального набора инструментов Чтобы разобрать, подготовить и покрасить Обратно собрать Вы потом обрастаете уже собственными знаниями Что вам необходимо для работы Вам никто не придет и не скажет Тебе нужно это, 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 это Потому что это, это, это нужно было тому человеку У него какой-то свой взгляд на мир, на жизнь, на работу Понятно, что исходя из опыта Он вам большую часть скажет правильную Но вам что-то будет неудобно работать Одним или другим Вам захочется что-то третье Инструмент постоянно развивается Те старые дедушки, которые нам что-то рассказывали Учили нас Они работают по старинке И реально понимаешь, когда общаешься с такими людьми Что они уже конкретно отстали Они работают еще по уровню 15-летней давности И не хотят ничему новому учиться Но все равно, тем не менее Для того, чтобы получить какой-то стартовый опыт Знания хотя бы небольшие Вам стоит пойти хотя бы посмотреть Не говорю, что поработать А хотя бы посмотреть, как работают Уже работающие малярки Да, не во всех вам Прям показывать будут Не во всех все делают правильно Но вы хотя бы увидите Какой техпроцесс идет у людей Чтобы сдавать машину Да, я знаю, что иногда просто такую ахинею показывают людям Что лучше бы туда человек и не ходил учиться Но все равно, любой опыт Есть опыт И плохой опыт, он тоже нужен Чтобы вы знали, как не стоит делать Ну а на этом Сегодня, в принципе, все Минимальный инструмент Я так прикидывал Даже если покупать сплошную китайщину Все равно у вас меньше, чем В 1300 евро Ну никак не получится купить Это тот минимальный Это с набором инструмента С полировалкой С орбиталкой С дешевой С одним пистолетом На котором будут две дюзли Две башки Это все равно 1200-1400 евро Поэтому для старта Вы должны это просто прекрасно понимать Не вкладывая ничего в инструмент Вы никогда не получите качества Делать все только вручную Без использования машинок У вас просто не получится Может быть, это не слишком уж оптимистично Но таково вот Мое видение всех этих дел Кто-то скажет, что можно дешевле Флаг вам в руки Можно дешевле Но я реально понимаю, что Вот то, что я назвал цифру 1300 Это вообще просто дно От которого стартовать Я бы даже не стартовал уже Я понимаю, что реально 3-5 тысяч евро Только на инструмент Самый необходимый То есть самый-самый минимальный А плюсом еще Сделать хорошее помещение Само помещение Малярку сестроить с нуля Получается где-то в районе 10 тысяч евро Только малярка То есть камера Если рядом еще подготовочное ставить Подготовочное помещение Тоже в половину от камеры Обходится Потому что нужно сделать Рециркуляцию воздуха В помещении через фильтра Чтобы не было потери тепла Добавка чистого воздуха В это помещение Которое надо подогревать Это все тоже стоит денег Нужны сетки Нужны потолочные фильтры Моторы Подготовочное место Это тоже Не просто гараж В котором мы трем Мы дышим пылью Потому что здоровье Наш от этого Погибает Умирает И Ну реально В гараже работать Тяжело Я Немало отработал Просто в условиях Когда на себя цепляешь маску И дай бог Чтобы пылесос Хотя бы был Для работы Но хочется уже Знаете Хочется работать в хороших условиях А хорошие условия Реально Реально Получаются Немало их денег Ладно Слишком много И так уже ля-ля Вопросы Если есть какие-то В комментариях Потому что я со своей колокольной Как бы вижу Самое необходимое То что вам Можно рассказать Вы какие-то мелочи Можете уточнять В комментариях Там отвечу Не только я Благо Спасибо всем Кто помогает Отвечать в комментариях Хорошими дельными советами Также По ссылке Можете Вконтакте У меня страница открыта Там я быстрее отвечаю На все сообщения То есть Если что-то не хватило Что-то вот я Просто считаю Что не нужно это говорить Упустил Вы задавайте вопросы Я в комментариях отвечу На этом все Всем спасибо за внимание Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok